Закон не по вере Хочешь, а соблюдай, потому что иначе тебя накажут Но он же говорит о законе Моисеевом И как же закон Моисеев не по вере Если ты не веришь в Бога Ты не будешь на него обращать никакого внимания Сегодня неверующие люди Совершенно не обращают внимания На всякие религиозные правила, правда? И тогда что же Закон как-то отрывается от веры Нет, конечно, у Павла Есть это противопоставление Жизни по закону и жизни по вере Жизнь по закону, человек боится наказания Или человек хочет заслужить награду перед Богом И поэтому он исполняет закон А по вере Не исполняет его, что ли? Или не боится? Или не хочет? Тоже странно Ну, как бы он Настолько любит Бога, настолько к нему стремится Принято у нас говорить, да? То есть есть там положение раба Боится наказания, положение наемника Рассчитывает на награду И положение сына, который настолько любит отца Что с радостью творит его волю И ничего другого для себя не мыслит Но все равно непонятно, что значит закон не по вере Ну, мне кажется, что здесь, может быть, не очень точно На самом деле переведено И особенно если посмотреть Не то, что не точно, скажем Не единственно возможным способом Если посмотреть немножко выше С десятого стиха То это станет немного понятнее Я прочитаю свой перевод, начиная с десятого Кто полагается на соблюдение закона На того падает проклятие Ведь написано Проклят всякий, кто не соблюдает всего написанного в книге закона Кто не сохраняет всего написанного в книге закона И не соблюдает этого Также ясно сказано, что закон никого не делает праведником перед Богом Праведной жив будет вера Это две цитаты, конечно же, которые из Второзакония И из книги пророка Аввакума Показывают, что вот закон это нечто такое Что ограничивает человека, но и не более того И что закон основан не на вере Кто сотворит все это, этим жив и будет Это еще раз цитата из книги Левит Изнутри самого закона А Христос искупил нас от этого проклятия Он сам принял проклятие за нас Ну и дальше он объясняет про это проклятие Так что же значит закон основан не на вере Как это перевожу я То есть жизнь по закону Она не основана на вере Как на стремлении к тому, что сейчас не дано Закон это то, что дано И человек может на него опираться Человек может им себя ограничивать Он все равно его так или иначе нарушит И тем самым будет подлежать проклятию То есть наказанию Тем самым навлечет на себя гнев Божий Который каким-то образом он должен будет пережить Или не сможет его пережить Но вера это то, что прорывается сквозь очевидное Вера это то, что обращено к вещам Которых ты не имеешь на руках Которые не гарантированы Которые по сути дела есть большой риск Так вот закон это то, что риска лишено Вот ты должен сделать, но не сделал, теперь ты виноват Вера это выход за пределы вот этих вот Каких-то однозначных отношений И поэтому закон действительно не на вере основан Закон действительно не по вере Закон это то, что положено Человек работает, получает зарплату Или человек нарушает правила дорожного движения Получает наоборот штраф Но здесь нет места для веры Здесь есть место для каких-то зачетов, расчетов А вера это когда человеку никто ничего не должен И вдруг ему дается невероятно много И человек живет этой верой Это ассоль, которая ждет свой корабль с салыми парусами И дожидается его, он не должен приплыть по закону По закону там паром какой-нибудь ходит Не очень-то красивый, с не очень-то приятными людьми А приплывает корабль с салыми парусами Пользуясь этой литературной аналогией И Павел говорит, смотрите, мы живем вот в этой модели Мы живем ожиданием того, что нам в общем-то совершенно не положено А кто пытается жить по закону, ну он это самое главное просто пропустит Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!